Получить медаль имени шведского ученого Альфреда Нобеля – это почетно и престижно в мире науки. Доцент Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Клим Данилов стал обладателем этой высокой награды, которую присуждает Российская академия естествознания. Вот уже 35 лет Клим Данилов преподает и занимается разработками в области биотехнологии и агрономии. Ученый опубликовал более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 6 монографий. Некоторые его разработки применяются в производстве различных предприятий Чувашии Московской области в Казахстане. Новаторские разработки, предлагаемых Даниловым технологических приемов, завоевали множество патентов как России, так и Казахстана. Особое внимание Клим Прохорович уделяет возделыванию новых кормовых растений, в том числе и такой перспективной культуры, как топинамбур. Для чего этот топинамбур нужен? Содержит инулин, есть крахмал. Крахмал для людей, больных диабетом, он не подходит. А вот, например, в меде фруктоза, если когда инулин, но осенью он не очень вкусный. Если полежит в холоде, инулин разлагается на фруктозу, это сладкое вещество, как мед, да, сразу становится, значит, таким вкусным, сладким. Вот. Но он не только для больных людей. Это вот с точки зрения пищевой промышленности, то, что вот инулин, да, однозначно рекомендует диабетикам. Но это самая малая часть. У топинамбура большой потенциал, считает доцент. Он даже может стать так же популярен, как картофель. Ведь у него огромный ряд преимуществ. Помимо того, что он полезен диабетикам, свойства топинамбура оказывают положительное влияние на пищеварительную систему человека. А еще его очень любят все животные. В измельченном виде вершки топинамбура необходимы для консервируемых кормов, силоса и сенажа. Ну а зеленая масса земляной груши прекрасно украсит любую территорию. Инновационная технология хранения клубней топинамбура успешно применяется в Шумерлинском районе нашей республики. Так что работа Клима Данилова – прекрасный образец для подражания. Для меня он в этом плане является учителем. Мы от него вот это положительное хотим взять. Ну и для студентов тоже он является примером. Почему? Потому что по его учебным пособиям студенты на занятиях. Самые интересные сведения получает Клим Прохорович. Он хороший специалист в агрономии, технологии производства продукции растеневодства. Очень интересуется современными методами производства. Пытается внедрить их в аграрной сфере. За все свои разработки, неогромный вклад, который внес Клим Данилов в область биотехнологии и агрономии, профессор сельхозакадемии и был удостоен престижной медали имени Альфреда Нобеля. Но даже такая высокая награда не повод останавливаться на достигнутом. В планах профессора совершить открытие в области агрономии. Кстати, с трудами Данилова можно будет познакомиться 20 февраля на дне открытых дверей сельхозакадемии. Юлия Вожинин, Андрей Шоклев, Республика.